В отделении Национального банка Крачао-Черкесии подвели итоги осенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности. Нужно ли обучать школьников данной теме, как усваивает материал ученики и насколько успешно были проведены уроки онлайн в общеобразовательных учреждениях, узнавала Альбина Ламкова. Онлайн-уроки финансовой грамотности – проект Банка России. Он помогает получить подросткам полезные для жизни знания, научиться осознанно принимать грамотные финансовые решения. Профессионалы финансового рынка рассказывают, как копить деньги, защищаться от кибермошенников, пользоваться разными финансовыми инструментами. Исходя из рейтинга участия Школы России в данном проекте, наша республика по итогам 2020 года заняла 19-е место в стране. К онлайн-урокам фактически подключилось почти 62% школ республики, что превышает средний показатель как по Северокавказскому федеральному округу, так и по Российской Федерации в целом. Также отмечу, что с каждым годом увеличивается число школ, вовлеченных в этот проект. Так, в 2018 году в нем участвовало всего 68 школ, а в 2020 уже 107 школ Карачаева-Черкесской республики. Особенно хотелось бы поблагодарить Министерство образования и науки Карачаева-Черкесии за активную позицию при совместном продвижении данного проекта. В свою очередь Министер образования и науки Инна Кравченко поблагодарила руководителей школ, которые показали наилучшие результаты по итогам онлайн-уроков. Эти высокие достижения – это в первую очередь наша совместная работа, как вы абсолютно правильно подметили. Конечно, спасибо вам. Вы нам периодически придаёте ускорение. Поэтому без этого мы бы не достигли то, чего имеем на сегодняшний день. Актуальность онлайн-уроков финансовой грамотности растёт с каждым днём. Это простой способ получить важнейшие знания из первых уст. А форматы интернет-трансляции делают их доступными для удалённых территорий. Занятия на эту тему проводятся не первый год и стали пользоваться успехом. Дмитрий Мещеряков выразил благодарность руководству и преподавателям тех школ, которые стали активными участниками онлайн-уроков. Одним из лидеров по проведению онлайн-уроков финансовой грамотности – школа номер один Тиберды имени Крым Шамхалова. С удовольствием не только дети всё это смотрят, но и учителя тоже берут всё то, что нужно. Как, например, кибербезопасность особенно их заинтересовала. Совсем скоро, 23 апреля, подведут итоги и весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности. У многих есть время стать лучшими. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.